Здравствуйте! Ну вот, кстати, чуть не забыл, с более актуальными другими темами закрутился и чуть не забыл подать сигналы в прокуратуру проверить деятельность того самого ООО «Самарский монолит», которая собиралась построить многоэтажку по адресу Солнечный 51А на предмет такого вот мошенничества, подозрения в котором у меня, да и не только у меня, но и у жителей округи появилась на слушаниях апелляционные жалобы этого «Самарского монолита» в областном суде. Их юрист, доказывая необходимость и обоснованность этой стройки, одним из оправдательных аргументов данной фирмы, вот что-то очень часто и настойчиво так возвращался к теме ущемления интересов дольщиков этого дома. Вот послушайте, как это было. Котлован вырод законно. На него потрачены деньги. Кстати, надо сказать, что были заключены уже договоры долевого участия строительных и потрачены деньги дольщиков на строительный котлован. Суд тоже как-то не обратил на это внимание совершенно. Вопрос с дольщиками открытый, вопрос с подрядчиками, с коммуникациями, которые в котлован заведены. И вообще никак не изучался, ему процент не давалось. Я, помнится, услышав это, еще в зале суда прибалдел. Ну какие же там дольщики? О чем вещает этот юрист? Ну, сами посудите. Любой нормальный покупатель недвижимости, прежде чем потратить свои кровные, наверное, постарается собрать максимум информации об объекте и застройщике. Но чтобы деньги не сгорели, не дай бог. А тут скандал общегородского масштаба, митинги и акции протеста общественности. Прокуратура и Министерство строительства судятся с мэрией, выражая свою позицию, что они не согласны с законностью выданного разрешения на строительство, требуют его отменить и остановить эту стройку. Стройки не дают долгое время продвинуться дальше заливки фундаментной плиты. Победа в судах различных инстанций, многочисленные публикации в СМИ на этот счет с объяснением, что не так и какие у стройки, не радужные перспективы. Ну то есть максимально негативный сопутствующий фон. Куда это вот, я не знаю, надо быть каким там оптимистом или авантюристом, чтобы при всем этом осознанно вложиться в такую вот долевку. И все же юрист Самарского монолита свидетельствует, что остановка строительства затронет интересы неких дольщиков. А почему у вас там забор завалился? А забор завалился, потому что котлован разрушается, нам строить не дают и разрешение не отзывают. И мы вынуждены как-то с дольщиками решать вопросы и в то же время обязали закопать котлован. А вот у местных жителей, которые тоже внимательно, как заинтересованная страна, отслеживали все, что связано с этой стройкой и темой, совершенно другая информация. У них не были квартиры проданы еще по весне вообще. Там же у них есть вот это вот по спектру недвижимости или где-то там. Нет, там ничего не продавалось. Вообще ничего не продавалось. То есть они выставлены в продажу, но квартиры не были проданы. А сейчас вот вы услышали, что якобы есть уже и дольщики. Ну да, он сказал о том, что есть дольщики. Вот мы и спрашиваем, как это так. А как дольщики? Вообще еще котлован. Если есть котлован. А что они? Котлован. Нет, они не вышли оттуда. Есть какие-то нормы неправильные. Я вообще не понимаю, как это. Я не знаю, как это. Это вопрос к корпоратуре. Да. Если такое есть. А потом, извините, такое резонансное дело. Кто будет покупать? Нормальный человек. Ну вот у меня и вопрос в этой связи. Так что же это было? Это попытки ввести суд в заблуждение? Или там реально есть какие-то дольщики? Так какие-то это фиктивные, что ли, дольщики, аффилированные лица, которые числятся просто дольщиками, чтобы во всяких спорных таких ситуациях и разбирательствах ими прикрываться, чтобы воздействовать и оказывать моральное воздействие на органы власти? Вот страдают люди? Интересно, а вот по объекту «Солнечная 51А» вообще их сколько вот таких этих дольщиков? Есть ли какая-нибудь там организованная инициативная группа? Ну, интересно было просто узнать у них, а они сами-то как стали дольщиками? Вот добровольно, зная все обстоятельства и подноготную, ну, в том числе и препятствующую стройке, они вложили эти в свои деньги? Или были все-таки введены в заблуждение сотрудниками Самарского монолита? Если те их уверяли, покупатели, что у них все хорошо, проблем нет, стройке ничего не препятствует. Но сами видите, при выборе любого из перечисленных возможных вариантов развития событий, можно усмотреть элементы той или иной формы мошенничества с целью извлечения личной выгоды. Ну, вот, думаю, хороший как раз это повод для прокуратуры разобраться в этом деле. Отталкиваясь от показаний юриста ООО «Самарский монолит», данных им в суде. Вот эту запись я готов предоставить компетентным органам, ну, а мэрии все-таки на будущее совет. Вы в следующий раз вот в таких вот тухлых историях пошустрее отзывайте сомнительное разрешение на строительство, чтобы вас же крайними и не делали те, кому это по сути выгодно. Ну, а то, вот, поверьте, этого же самого юриста, именно городские чиновники, до последнего по факту тянувшие с отменой разрешения, позволяющим застройщику вести работу, не нарушая закон, а в итоге-то и оказались виноваты в сложившейся ситуации. Какая черная неблагодарность. Ну, разбирайте, почему так долго администрация не отзывала разрешение на строительство, не запрещала и не приостанавливала стройку. У нас есть договорные отношения с подрядчиками, с дольщиками. Мы обязаны пополнять всем же затылщикам, которого не привлекли вообще. Я считаю, это очень серьезный долг. О как! Ну и что оно вам надо выслушивать такое? Значит, в следующий раз по этой логике отменяйте разрешение на строительство как можно скорее, и люди будут довольны, и у застройщика претензий не будет. Субтитры создавал DimaTorzok